добрый день дорогие друзья с вами арт-галерист и куратор алик ветров сегодня 24 февраля 2023 года год с момента начала полномасштабной войны россии против украины за этот год произошло достаточно много различных событий я анонсировал о том что в канун годовщины я сделаю серию размышлений и наблюдения которые произошли за год то что будет в искусстве с искусством с моей точки зрения послевоенным искусством украины мне достаточно тяжело и больно говорить о том что произошло за этот год я сочувствую сопереживая всем тем гражданам украины кто понес утраты за этот год мы все потеряли очень много произошло серьезные изменения в нашей жизни война никого не оставила стороне и так как мы построим серию стримов я думаю что она будет не один и не два она будет достаточно много вначале сегодня я расскажу о том как вы происходили действия с украинским искусством во время этого года полномасштабной войны тенденции которые я успел заметить но еще наверное рано подводить какие-то итоги как они повлияли или повлияют был ли от них какой-то эффект потом будет серия стримов о том что происходило с искусством на канале накануне войны а потом мы перейдем к тому что все таки ждет искусство в послевоенной украины сразу оговорюсь о том что в июле месяце мы снимали анонс достаточно развернутый по началу работы над фильмом публицистическим война художник украина параллельно мы начали съемку фильм спасение детей то 911 наша группа творческая но давайте ко всему по порядку и так что происходило в течение этого года с художниками с творческим миром и украине и как он отреагировал на войну думаю что это можно отнести к личному выбору каждого человека и здесь никто никого не может не осуждать и предъявлять какие-то дни было претензии есть художники которые пропустили через себя эту войну стали с начала марта создавать карикатуры различные образы в поддержку украины против россии достаточно такой саркастической ироничного изображая и лидеров и ситуацию в целом образы против войны я включился в информационное противостояние с россией где-то с первой недели марта но носила более такой информативный характер скорее всего что можно отнести к с конца февраля по июнь месяц первую декаду июня это рефлексии то есть большей степени люди творческие рефлексировали на то что происходит каждый по-разному это видел общей картине здесь нету к июлю месяца уже были выставки карикатур в одессе в киеве они уже стали носить более такой систематизированный характер то есть рефлексия можно сказать что перешла в в принятие и осознание того что это с нами достаточно длительный промежуток времени этот задор то энергия настало потихонечку стухать к августу месяцу уже стали открываться некоторые галереи где было достаточно мирное не было жестких обстрелов и люди стали ходить на выставки концу года выставочная деятельность в некоторых городах восстановилась там может быть там 15 процентов состояние общих художников скорее всего что можно охарактеризовать как растерянность вначале кто-то стал собирать вещи уезжать кто-то паниковал кого можно было успокоить успокаиваю добрыми словами чтобы не могли перенести эти тяготы и на сегодняшний день можно констатировать что большая часть художников которые выехали успокоились кто-то живет в польше кто-то во франции кто-то нидерландах по-разному все кто-то в турции и в основном начинают работать создавать образы находясь в общем то в том же самом творческом поиске что и был довоенный не на всех художников повлияла война смело стиля или манеры исполнения не произошло из того что я вижу обострилась конечно же антивоенная тематика достаточно часто первые месяцы использовались приемы и стилистика времен первой и второй мировой войны войны это карикатура достаточно жесткая карикатура примерно в это же время начались съемки различных фильмов документально публицистических некоторые из них уже выходят на экран на влиятель это на искусство в общем нет она не влияет на общих художественную среду для того чтобы понимать о том как первый год повлиял на искусство мы начнем разговор с того что происходило накануне и к этому экскурсу нужно отдельно подойти потому что достаточно длительный промежуток времени с начала двадцатого года почти что два года полных полных два года было ограничение по выставочной деятельности из-за пандемии многие арт-проекты были свернуты предположим у меня года подряд не было ярмарок и я не мог выставляться потому что были закрыты даже когда были какие-то такие условные послабления то смысла проводить эти выставки не было не пришли были вот где-то с осени это мы отдельно поговорим об этом я запишу отдельную запись о том что было на протяжении двух лет от трех до пяти лет накануне войны и где-то с осени двадцать второго года можно сказать что у людей появился голод и интерес к искусству они стали звонить не будет ли выставка что происходит а где посмотреть то есть к зиме какая-то выставочная деятельность чуть-чуть восстановилась незначительно стали кураторы демонстрировать работу фотохудожников художников и что самое интересное эти работы не всегда были связаны с войной они либо имели тенденцию отсыла людей до военным проектом зрителя и проекция авторов иногда достаточно задолго до войны либо это были ну скажем поиски нового языка увы не но ничего такого нового не было продемонстрировано были киевские выставки одесские уличные выставки особого какого-то такого отклика резонанса не произошло вот уже начиная с января февраля мисс украинский дискурс в искусстве стал проявляться в крупных галереи где стали визуализации происходить 3d моделирование чтобы люди живущие в мире почувствовали проникли что происходит повлияет ли это как-то на искусство украины думаю что нет это скорее для зрителей внутреннего потребления европейских стран американских америке поэтому в течение года этой войны можно сказать что были разрушены не только из инфраструктура и мирная жизнь людей но и те проекты связанные с искусством которые либо анонсировались либо планировались и это все дезавуировала она приводит к формированию это даже не пустота это немножко другое состояние ты заполняешься чем-то другим пониманием и осмыслением того что нужно сделать мир лучше и продемонстрировать что украина способна создавать искусство даже в тех условиях когда его создавать невозможно примеры каких образов могут быть и как могут реагировать художники во время боевые действия можно приводить достаточно много это арабо-израильская война там фрагменты взбитых самолетов шли в качестве арт-объектов их расписывали и на протяжении длительного промежутка времени пользовались какой-то популярностью один из таких арт-объектов я в свое время продавал это фрагмент крыла израильского самолета взбитого арабами и один из арабских художников его использовал своем арт-объекте потом эта работа была передана генсекус ссср брежнева через спустя 30 лет она вышла в новый оборот поэтому украина еще не стала использовать один из таких примеров милитарию современной войне это использование касок но это было лишь всего лишь коротких там несколько недель в марте-апреле потом эта тематика ушла и каски эти были скорее всего рефлексии на вторую мировую войну современных условиях так чтобы были взяты артефакты текущей войны и полноценно использована в арт-объекте такого еще но думаю что ближайшее время мы увидим эти работы будут ли они восприняты сообществом все зависит от контекста и каков будет смысл художникам что он будет вкладывать свои работы но это ближайший мой прогноз о том что буду делать художники достаточно много арт-объектов в полях по мере освобождения территории этих объектов будут появляться для использования в искусственном нам больше и как бы наверное для сегодняшнего стрима последняя но сделаем коротким чтобы хотелось сказать это те воспоминания которые есть у нас всех о первом дне войны они тоже могут стать основой для переосмысления себя в искусстве или искусство в себе тут зависят индивидуально глубины художника в следующий раз мы поговорим о искусстве довоенном каковы были тенденции что происходило разброс от пяти до трех лет связан с периодом пандемии карантина который сущности доставочная деятельность приостановил после этого мы будем говорить и рассуждать о том что же все-таки живет послевоенную украину сфере искусство и как может искусство повлиять на формирование влияние украинского дискурса российскую территорию все-таки очень большой пласт который был по тем или иным причинам украиной власти украины не используем это пропаганда искусство пропаганда культуры украинской современной на территорию россии и вот этот момент для меня он более важен это основная причина почему я решил сделать серию стримов мне хочется чтобы наша повестка дня диктовалась нами украинскими кураторами галеристами художниками писателями поэтами кинорежиссерами сценаристами чтобы мы говорили о тех вещах которые важны для мира в украине мир в украине он важен не только для нас он важен для всего европейского континента и думаю что нам удастся найти те направления в которых мы сможем навязывать свою точку зрения диктовать прежде всего нашему врагу россии путинскому режиму с которым мы ведем борьбу ежедневно как на поле боя так и информационно так что до новых встреч